Добрый день, в эфире программа Мимоноты, сегодня у меня Евгения Додолева, в гостях культовая фигура отечественного рок-движения Александр Липницкий. Я специально употребил эпидет отечественное, потому что, не знаю, можно ли было говорить, что российского, можно ли относить Александра Липницкого к фигуранту рок-движения советской пары? Конечно, если считать, что русский рок вырос в среде андерграунда, то я именно оттуда... Из андерграунда? Конечно, конечно, еще с конца 60-х годов, многие наши общие друзья тебе могут поведать о наших знакомствах, еще в конце 60-х годов тот же Саша Градский. С которым я как раз говорил накануне нашей встречи, и я упомянул предварительно нашу легкую беседу, обсуждаловку насчет Rolling Stones, и ты сказал, что не привечает Rolling Stones. Александр Борисович, он разразился огромной тирадой по тому, что это ее любимая группа после Битлз, и он устраивает вечера Rolling Stones. Ну, правда, петь они нихера не умеют, сказал он. Играть, он всегда говорит, что они еще и играть не умеют. Нет, это то исключение, которое подтверждает правило, безусловно, живучесть этого дуэта, даже чисто физиологическая живучесть. Дуэт Кит Ричард и Мик Джаггер? Да, в первую очередь Кит Ричард, конечно, который испытал на себе все погубные пристрастия 20-го века и остался жив, здоров. Меня вот малообъясним был для меня показ самого такого радикального фильма об этой группе буквально неделю назад по культуре. Это так дисгармонировало с вообще политикой этого канала и с политикой, в принципе, этого холдинга РТР. Это в последнем уже фильме о Rolling Stones, он сделан, по-моему, в 15-м году, что-то такое. Там они собрали, чтобы уже чем-то заинтересовать, самые такие негативные факты из-за биографии. Тюрьма, наркотики, снова тюрьма, наркотики. Гибель Брайана Джонса. И вот, естественно, известные факты давно в предыдущих фильмах цитировались, но здесь они собрали просто уж совсем до кучи, чтобы было интересно, самый негатив. И на культуре это смотреть было одно восхищение, потому что я вообще такой любитель российского телевидения, как и советского, то есть врага надо знать в лицо, и я его всю жизнь изучаю. Но грех жаловаться в Лепницком, потому что и к звукам му, и ко всем его участникам было пристальное внимание со стороны индейки. Ну, о чём ты говоришь? Нас впервые показали по телевизору в музыкальном ринге в 88-м году, когда мы уже были знаменитой группой. Понимаешь? То есть нам оставалось ещё существовать всего лишь два года. Вот почему, например, скоморохи в сознании советских любителей рока никак не отпечатались? Потому что их не показывали, их не выпускали. С маркет-проекта Градского и... Лучшие их пять лет ушли в песок. То есть их знала вот наша компания, мы с Бомоновым ходили на их концерты, они у нас в школе выступали. Это ещё тот период, когда Буйнов там играл, или уже после его ухода в армию? Нет, после его ухода в армию, ну, 1967-1968 год, расцвет скоморохов, отличная... Рассказывают, вот, ну, Андрей Иванович Макаревич говорит, что Градский просто ураган был тогда. Да, конечно. Что это просто сбивались самолёты, падали горы, что... Но дело в том, что вот свидетели уйдут вместе с Градским... Ничто не останется. Ничто не останется, в отличие от многочисленных архивов по ранним годам группы Rolling Stones. Вот в чём разница. Там было фиксировано это всё на носителе неба. То есть это действительно был драйв, да, какой-то? Конечно, причём они были не одни, я могу перечислять, ну, знаменитые сокола, ветроперемен, скифы, наследники. Вот ведущие группы конца 60-х годов. Что стало с этими музыкантами? То, что с Градским, так сказать, они имеют представление? Ну, они, многие лучшие музыканты из этих групп мигрировали, потом играли в ВИА многие. Некоторые совсем ушли, потому что были, хорошо учились в технических вузах и стали специалистами в своих областях. Уехали многие ведь там к Кавагое из Машины Времени. Я, кстати, знаю, что фильм, да, какой-то делается про Машину Времени, или что это всё проектие? У меня же есть такая передача на телеканале «Ностальгия», «Еловая субмарина», от слова «Ёлка». Да, да, мы недавно виделись как раз на юбилее… Да, нашего канала. Да, Саша Ананича, да. Володь. Володь, Володя Ананича, да, Женя. Вот, и я такой рывок сделал в конце прошлого десятилетия, с 2006 по 2008, снял около 10 фильмов, ну, в том числе и про Курёхина, и про Звуки Му, и про кино. Ну, то есть, это не фильмы, интервью, это просто документалка. Телепередачи, да, похожие на фильмы, скорее, просто там есть ведущие, как я, вот как «Серебряный шар» с Вульфом, примерно так. Ну, это, скорее, тогда не фильмы, это, в общем, передача, то есть, такой телевизионный проект, как сейчас принято. Да, это телепроект. А кто финансировал это всё? Ну, это очень скромно всё, но я же работаю там за идею, как бы, и вот хочу к 50-летию нашей славной московской группы «Машина времени» сделать трёхсерийную передачу, чтобы это было три часа, чтобы была полная история этой группы по мере возможности. При том, что один фильм уже был снят Максимом Капитановским, первым парабанчиком, кстати говоря, «Машиной», но там ряд нестыковок, во-первых, на мой взгляд, он вообще скорее, он как-то не по-журналистски сделан, это такая элегия признания в любви, в первую очередь, Макаревичу от Максима, их связывала многолетняя дружба, а во-вторых, он очень неудачно, незадолго до смерти включил в этот фильм огромный кусок из фильма о Ледзеппелин, и теперь его оттуда никакими клещами не выдернуть, а прав никаких там нет, покупать их стоят немеренные деньги. А почему никакими клещами, почему просто нельзя купировать? Ну, он, автор умер, значит, теперь весь фильм перемонтировать без него, поэтому такая история. Она называлась, эта картина называлась «Тайм-машин». Ну, собственно, как почти первый рейтайм-машин, Юрий Борзов. А Юрий Борзов, кстати, будет фигурантом? Возможно, возможно. С ним очень сложно договориться, он занимается своими лошадьми и не готов вообще в Москву приезжать, и боится эфиров. Ну, думаю, что авторитетно. Главное, что я успел отснять тут недалеко, в офисе, где-то на высоте гостиницы «Украина» Иосиф Давидовича Кобзона. Про машину времени? Конечно, конечно. Интересно. Если тебе нужно будет для твоей книжки, я тебе дам, потому что на самом деле я из-за того, что у нас был общий друг с Кобзоном, общий товарищ, общий музыкант Казанцев. А Казанцев, Женя Казанцев, знаменитый бас-гитарист московский, он играл в «Веселых ребятах», он много лет играл у Кобзона. И я знал с его слов, что он на каком-то этапе помогал машине времени в начале 80-х, отмазывал их от всяких этих комиссий и прочее. И он согласился, назначил мне встречу в 10 утра в своем офисе, вышел как на концерт в Кремлевском дворце съездов одетый и загримированный, и спел три песни, я его не просил, но он их спел. И рассказал об этих, хорошо все помнил, эти комиссии, за что их там гнобили. А за что их гнобили? Внешний вид, контент, слова? Ну, в первую очередь, обвиняли в непрофессионализме, в первую очередь. Заслуженно? Где у вас музыкальный? Да нет, конечно. У нас же считалось, что нужно иметь музыкальное образование, да еще и высшие, быть членом Совета композиторов, тогда ты имеешь право на деятельность в этой области, а так-то никто. Вот самое смешное, что он мне сказал, что когда он их все-таки отбил, и им разрешили выступать, но с одним условием. Сказали, если вы такой уж их заступник, то мы вам выдаем их на поруки, и вы будете гастролировать с ними вместе. Вот, и он растерялся, а я, говорит, позвонил Андрею, говорю, Андрей, а как же мы будем, у нас совершенно разная аудитория. Андрей был настолько рад, что в принципе они получили это разрешение на концерт, что он говорит, Иосиф Давидович, все будет хорошо. И действительно, говорит Кобзон мне в камеру, все было абсолютно хорошо. То есть у них были совместные туры? Да, публика спокойно, моя публика. Но не в качестве аккомпанирующего состава, а разными отделениями? Нет, да, в одном концерте. Это как оливковое масло и минеральная вода. Слушай, ну как звуки му гастролировали в конце эпохи Советского Союза с Валентиной Толкуновой где-то в Крыму. В этом уже какой-то, в контексте того эпохи, это уже какой-то такой гротеск, в этом уже такой прикол какой-то был. Это как раз, это я помню, эта история, это смотрелось там, дополняли очень хорошо друг друга. А тот период, про который мы говорим, ну это очень странно. Меня, кстати, удивило комментарий после ухода Иосифа Давыдовича, что Андрей Вадимович так очень, комментируя уход, сказал, ну вот там Кобзон мне говорил, что надо подставлять жопу для того, чтобы преуспеть. Я не был готов, то есть, в общем, совершенно не вспомнил вот тот эпизод, о котором ты говоришь, а высказался, в общем-то, не сам, как мне показалось, лестным образом. Ну, слушай, я думаю, что накопилось, это накопилось всё-таки у ведущих наших рок-музыкантов, которые... Кёсик Давыдовичу. Нет, не кёсик Давыдовичу вообще ко всей этой системе нашей эстрадной, которая держала и не пущала. В принципе, они вплоть до последнего времени контролировали львиную долю и эфиров, а, соответственно, и денег в этой области, поэтому накопилось. Но сейчас же тоже контролируется, просто не идеологически, а экономически, я так понимаю, ведь сейчас, допустим, такой уникальный и совершенно своим лицом коллектив, как звуки мой, если он появится, если у него не будет никакой поддержки финансов, он не сможет пробиться, мне кажется, ни в плене стыни. Или нужно придумать такую фишку, какую придумал Шнур, и он зашёл с другого, с чёрного входа на нашу, скажем, официальную сцену. Хотя по телевизору его показывают редко. Ну как? Ну, редко. Ну, то, что было по первому каналу, телекон. Ну, значит, уже пробился. Ну, в общем, его показывали реже, чем группа «Ленинград» снимала сливки и всякие призы и прочее. То есть, это не соответствовало соотношению эфира. Вот он зашёл с чёрной двери умело через свою публику, которую он покорил. А кто его публика? Офисный плантон или олигархия? Офисный плантон, который настолько повёлся на его провокации. Я был на его концертах в каких-то клубах, где прямо вот эти девушки в белых блузках прямо в пятницу пришли с работы, напивались пивом, плясали, пели все песни наизусть. И их парни тоже в галстуках. Какая доля успеха проекта «Группировка Ленинград» приходится на использование ненормативной лексики? Честно говоря, процентов 80, я думаю. Ну, я тоже. Процентов 80. Не только ненормативной лексики, а вообще подача. Брутальная подача. А кто из, если мы говорим о подаче, всё-таки в моей системе координат те же звуки «му» ваши были главным образом интересны за счёт пластики Мамонова. То есть, ну, вот поскольку музыкальный аспект, я дилетант, как потребитель, не могу оценить, а вот это нельзя было не заметить. Кто, по твоему мнению, у нас на сцене, помимо звуков, «му» очень выделялся вот этими движениями сценическими. То есть, пластикой, вот вообще подачей. То есть, если мы говорим вот о концертной составляющей, не то, что писалось не про музыкальный контент, мы говорим, а про подачу. Были какие-то интересные коллективы на русском сцене? Ну, если говорить о фронтменах русского рока, то, конечно, это Костя Кинчев, лидералисы, который всегда блестяще работал на сцене. Кое-чему научился, думаю, у меня дома смотрел. Я думал, у Билли Айдова, оказалось. Нет, он смотрел у меня видеомагнитофон, который у меня был с начала 80-х, и все туда заглядывали, смотрели, и потом я на сцене видел определенные даже атрибуты одежды западных звезд. У кого-то шарфик, как у Мика Джаггера, у кого-то, скажем, грим, как у Дэвида Боуи, они будут переходить на личности. Ну, в общем, получились, и это нормально. Кто еще, помимо Кинчева, интересен? Аукцион, который, несмотря на свое абсолютное неприятие масс-медиа, они сами туда никогда не лезут, и редкие очень гости. Но у них было прекрасное шоу в конце 80-х годов. Мы загастролировали с ними вместе, и немало, и по Франции, и по Германии, по Западной. И наряду с Мамоновым их шоу тоже имело успех. Кто была публика во время этих западных гастролей? Нет, тем-то и хороша была та публика, что мы-то работали только все, вот первое поколение русских групп, в которых выпулила перестройка на Запад, мы играли на 99% перед западной публикой. Да, на некоторые концерты приходили русские, но как исключение. Но все-таки очень сильна всегда была в отечественной рок-культуре составляющая текстов, которые, насколько я понимаю, западная аудитория была. Объясню. Мне кажется, что когда Россия стала открываться и перестала пугать ракетами с ядерными боеголовками, западные люди на Западе очень заинтересовались, а кто они, вот эти вчерашние наши враги. И ходили на концерты просто с большого интереса и старались понять, было очень много вопросов, пресс-конференций. То есть, через несколько лет на Западе повторилась в какой-то степени история, которая произошла в Советском Союзе. Мы ведь, когда начинали играть первые концерты на публику, когда разрешили, они проходили как встречи, литературные встречи. То есть, после каждой песни сыпался град записок на сцену, и мамон, в первую очередь, я во вторую, мы старались как-то ответить. То есть, то, что музыкальный ринг, он в какой-то степени был продиктован снизу интересом в публике к такому странному и страшному зверю, как русский рок. Он был запрещен, и даже трудно себе представить, насколько сложно было людям в провинции попасть на концерт, к примеру, аквариума в Москве, а в провинцию их не пускали. То есть, это был какой-то подпольный концерт в Москве, за который рисковали сесть организаторы. Это такая диссидентская, можно сказать, деятельность. Диссиденты поневоле. Ну, в результате, в общем-то, существует тезис, что рок-музыка и программа «Взгляд» развалили Советский Союз. Ну, в первую очередь, видеомагнитофоны. Я помню, у моей мамы и отчима был знаменитый такой друг Виктор Луи. О нем книги написаны, фильмы сняты. Он такой был двойной-тройной агент очень серьезный. И вот он в году в 79-м, когда мы с семьей приехали к нему в гости в переделке, она показывает мне впервые видеомагнитофоны, что-то там. И меня как осенило. А я знал, что он занимает в Комитете госбезопасности какой-то очень высокий пост. И я ему так злорадно говорю, Виктор, по-моему, Виктора Лилиича его звали, вот эта штука вас и погубит. Вот эта штука, вы ее не сможете остановить. Этот прогноз я до сих пор свой вспоминаю. Потом уже появился и взгляд, и звук ему. А вот то, что стало разъедать, как коррозия, информация, эти кассеты. Ну, то есть то, что какие-то альтернативы обозначали скультурные. Да, конечно. Про подачу. А если мы говорим о рок-ветеранах, помянутой БГ, тот же Градский, та же машина времени. У них достаточно стандартное и банальное поведение на сцене. Нельзя сказать, что слово банальное не должно здесь употребляться. Хорошо. Потому что на сцене примерно одинаково себя ведет Боб Дилан, Борис Гребенщиков, Ижи с ним Цой, Майк. Люди часто с гитарой, иногда без. Но, в общем, статично. Это поэты. И все поэты, рок-поэты, лидеры вот таких вот коллективов ведут себя одинаково. Они по-другому не могут себя вести. Мамонов – это исключение. Хорошо. Но Градский, ведь, насколько я понимаю, из тех немногих материалов, которые доступны, он на сцене прям вот, как говорят, двигался. То есть, там и на колени падал, и зубами играл, и, в общем, вот включал весь вот этот ассортимент таких самых отвязанных рокеров. Ну, это многие умеют делать. Нельзя сказать, что Гребенщиков делал это органично. Но так как он тоже насмотрелся, он все это копировал. А у Градского это было органично или не довелось видеть его на сцене вот в этой красе? Не довелось. В 67-м году я первый раз был. В 67-м? В 67-м. Мне там 15 лет, я еще учился в школе, а у меня, Сашка, старше, у них уже была группа. Они сыграли у нас концерт, который он помнит, на Большом каретном школе, где мы с Мамоновым учились. Был отличный концерт. По-моему, там Игорь Саульский играл. Сын Юрия Саульского. Это был отличный концерт. Ты знаешь, это было настолько здорово, что выделить кого-то. Тогда советская рок-музыка, можно сказать, шла почти нога в ногу, на самом деле. Если бы ей не перекрыли кислород, вот тогда же, если бы все шло точно так же, как в Англии, в Америке, у нас была бы качественно намного более сильная музыка. И есть такая версия, мы ее обсуждали и с Градским, и с Троицким, что, возможно, вообще русский рок пошел бы другим путем. Не путем вот этого словесного превосходства над музыкальным, как получилось. А первые группы были очень музыкальные. В них играли отличные мастера своего дела. Например? Тот же Градский, тот же Дюжиков и Скифов. Он гитарист? Да, да, конечно, он лидер-гитарист. Да даже та и группа Стаса Намина, там были прекрасные музыканты и хорошие Эмилу. Слушай, ну это сейчас уже многих живых нет, но тот же Лосев, там люди... А, допустим, в «Машине времени» кто самый сильный за всю историю именно как музыкант? Конечно, Макаревич. Как музыкант? Конечно, конечно. Я всегда считал... Играющий на чем? На гитаре? Я, во-первых, считаю, что он хороший гитарист, и он отличный мелодист. Я не разделяю, здесь как бы автор композиции и мастерства на гитаре. Все-таки и Градский неплохо играл на гитаре тоже, и одновременно писал песни хорошие. Градский, он вообще мультиинструменталист, он играл на всем, включая ударные, там может играть. Но вот мне казалось, что там сильные клавишники были, что под Градецкий, Пётр... Я, опять же, об этом не разбираюсь, поэтому я спрашиваю, профессиональные мнения были очень сильными. Клавиши в группе всё-таки, по большому счёту, в такой группе, битлоориентированной группе, это вспомогательный инструмент. Конечно, Петька прекрасно смотрелся, он даже, я бы сказал, больше давал шоу на фоне статичной группы. Да. Под Градецкий был лучший шоумен в этой группе. Да, он, несмотря на свои габариты, в общем-то, не как у Гаркуши из-за аукциона, он, в общем-то, привлекал к себе внимание. Я же помню, он был прямо королём фестиваля Тбилиси 80, весенний ритм. Под Градецкий, где как раз рванул аквариум. Рванул-то аквариум, но первый приз совместно с группой из Эстонии Magnetic Band совершенно закономерно получила «Машина времени». А довелось читать книгу «Машина с евреями»? Да, конечно. Макаревич говорит, что он её не читал, но все остальные, кто читали, они возмущены. По мне, там, конечно, перебор с экзибиционизмом и с смакованием каких-то вот этих деталей, ну, типа трипера там и прочего. Насчёт экзибиционизма, об истории западного панка есть такая книжка «Прошу, убей меня». Вот прочти и поймёшь, что книга Под Градецкого – это вообще детский лепест в сравнении с этим. Вот, да даже автобиографическая книга «Жизнь» Кита Ричардса тоже содержит гораздо больше таких брутальных, интересных фактов из жизни группы. Нет, там много обиды личной, потому что он написал по горячим следам после конфликта со своими бывшими друзьями, поэтому там много личных обид, вот это мешает ей немножко, хотя при этом есть много интересных. Нет, ну, там есть фактура, но, конечно, там вот меня покоробило несколько деталей. В фильме, кстати, о «На машине времени» будет ли присутствовать Валера Ефремов? Да, конечно. Ну, что, конечно, он вообще, я его знаю по очень-очень давним временам, у нас была масса общих знакомых, вот прям очень давний, со школьной поры, и не могу его зазвать в эфир, он, по-моему, крайне неохотный, то есть к Литницкому он всё-таки пошёл. Нет, никуда он не пошёл, но я пару раз его как-то камерой снимая, остальных зацепил, а лучший с ним эпизод, который войдёт, надеюсь, в мою телепередачу, это когда в программе «Смак» он пришёл к своему боссу. Ну, здесь это понятно, что он пришёл. И что ты думаешь, он предложил приготовить? Ну, с двух раз. Я сварю яйцо, я умею это хорошо делать. И он его сварил, и они его съели. Молодец, молодец. Вот известна, как бы, такая схема, что в группе «Битлз» в этом квартете «Ринго Стар» был самым слабым с музыкальной точки зрения звеном. И не только как композиторский, как ударник. Про Валеру Ефрему можно сказать, что он, в общем-то, может быть заменён любимым? Или он сильный человек? Нет, во-первых, я совершенно не согласен с характеристикой «Ринго Стара». Не моя характеристика. Нет, я совершенно не согласен, у меня есть своя точка зрения о «Битлз». И, кстати, вот последний и лучший фильм о «Битлз», «8 days a week», «The touring years». Там они говорят о «Ринго Старе», причём старые записи. Они-то да. Старые записи. Сами «Битлз» были очень ими довольны. А ты всегда верь музыкантам, понимаешь? Не надо верить критикам. Как раз не буду верить, потому что есть вот эти дружеские связи. Какие дружеские связи? Понятно, что Липницкий никогда про Мамонов ничего плохого не скажет. Подумать может, но никогда, естественно, не скажет. Равно как и Мамонов про Липницкого. Это как раз здесь я бы доверял людям со стороны, но профессионалам. То есть, людям, у которых есть какой-то багаж, с помощью которого они могут оценить. Поэтому я спрашиваю. То есть, ты считаешь, что ушёл от вопроса Ефремова и на «Ринго Старе» переключился? Я считаю, что оба они идеально подходили к музыку, к стилю, к ритму своего коллектива. Идеальное попадание в цель. Уход Державина – это потери для группы? Ну, нет, небольшая. Ты помнишь, что я сказал, что клавиши в такого рода группе играть в помогательный рост. Ну, он и аранжировщик уже был. Он же не только был клавишник, но и аранжировщик. Я думаю, что если бы после ухода Андрея Макаревич построил бы музыку более жёстким образом, это было бы интересно. Это было бы интересно, но, по-моему, он по пути не пошёл. Потому что очень часто тот же Ник Кеев, когда уходил в параллельный проект от своих «The Bad Seeds», делал очень жёсткий проект, гитарный. Ну, Андрей, по-моему, рисковать не стал так с машиной времени. Он вообще не любит рисковать в этой области. В этой области? В этой области, да. Ну, а в области, скажем так, общественного поля он рискует? Или это всё достаточно, учитывая какой-то вегетарианский такой настрой наших властей? Я считаю, что он, конечно, рискует. А он человек смелый, и не только в области своих высказываний. Я помню, я как-то смотрел его эфир, где он нырял, и с самкой кита плавал-плавал, пока она не махнула хвостом, и чуть ему не убило его. Я тебя понимаю, что он человек смелый, в принципе. Стал бы там с самкой кита, которая рожает, плавать и касаться её. Поэтому Андрей смелый человек, и не случайно он действительно лидер московского рока, и поэтому ты пишешь о нём книгу, а я делаю телепередачу. О группе всё-таки. Я понимаю, что это как с Лениным. Помнишь, это говорим Ленин, подразумеваем партию, говорим машины времени, подразумеваем Макаревич. Я понимаю, что это тождественные понятия. Но мне кажется, что там всё-таки были очень сильные и есть очень сильные люди в музыкальном отношении. Просто здесь же организаторский, наверное, какой-то талант ещё у Андрея Вадимовича, помимо музыкального. И вот про уход Маргулиса хотел поговорить. Это для группы был удар или моя машина времени, она настолько цельный продукт, что плюс-минус один музыкант, даже такой, как Евгений, ничего не значит. Для Андрея это был безусловный удар, я помню. Идеологический или профессиональный? Нет, я думаю, и то, и другое, когда тебя связывает такая многолетняя и дружба, и работа на сцене, очень болезненно потерять партнёра. Поэтому я помню этот момент, он очень переживал, Макаревич этот момент. Не знаю уж там как Кутиков, мне кажется, у них там были другие взаимоотношения. А Андрей, безусловно, это тяжело перенёс. Вот если вернуться к его политической позиции, я считаю, что он как бы этим многое оправдал. Вот то, что Кобзон его в своё время склонял к поклоннице советской власти. И в какой-то степени машине времени приходилось, конечно, в той или иной степени кланяться. Ну, включаются песни шестерских композиторов, там инструменталка была, если бы парни всей земли там играли. Нет, я помню, даже у меня есть коронный будет эпизод, как они выступают, по-моему, в Минске, 81-й, что ли, год. А у нас и ведущий концерт говорит, а вот у нас сегодня, в день рождения Леонида Ильича Брежнева выступает машина времени. Ну, то есть, может быть, их и подставили таким образом, но неважно, им приходилось играть по правилам советской власти. И в какой-то степени, мне кажется, уже в нулевые годы, уже в связи с этой историей с Украиной, Андрей позволил себе оторваться в хорошем смысле слова и сказать то, что он думает. И что другие музыканты, в общем, большинство, предпочли держать про себя, хотя мнение у большинства интеллигентных людей по этому вопросу примерно одинаковое, я считаю, как и у меня. Такое же солидарное с этим. Недавно, кстати, в этом, если вернуться к моим связным впечатлениям, от визита в Черногорию, вот оно, вот это слово «нова». Смотри, вот эта фишка. Это форум русской культуры в Европе. Ну, поподробнее, да. Подробнее я сразу скажу, что я хотел вспомнить. Одним из самых таких для меня ярких впечатлений был показ в рамках этого форума фильма Манского, который назывался «Родные», про конфликт на Украине. Чем он особо хорош? У Манского, который оттуда и происходит, родственники живут во всех точках этого конфликта, начиная от Львова и кончая Донецком. И он прямо с самого начала ездил к ним, и они рассказывали, в первую очередь, о своих взаимоотношениях между собой, как семья сумела или не сумела этот конфликт пережить, который прошел вот так, по больному, по больному месту напрямую. И учитывая, что это все его близкие родственники, там нет никаких спекуляций на эту тему, которые были бы наверняка в любом другом случае, если бы со всех сторон этого конфликта не были бы действительно близкие, родные люди. Так фильмы называются, родные его. Лучшая картина об этом, всем рекомендую посмотреть. А ты сам когда был последний раз на Украине? Я давно, я давно. Мы там играли, нас очень любят. А, на чемпионате Европы по футболу. А это в каком году? В Киеве, считаю, уже лет шесть назад, наверное, да, когда мы были на матче, по-моему, Испания-Италия, был финал. Взял сыновей, уже был Майдан, уже там были всякие, значит, баррикады на улицах, но очень все было еще мирно, доброжелательно, чемпионат прошел хорошо. И я, главное, что я успел показать сыновьям Киев вот еще такой постсоветский. Вот они его увидели, он был интересный. А группа имела на Украине очень успешные концерты, наши «Звуки Му». Собственно, Вопли Ведоплясовы, одна из ведущих украинских групп, они всегда считали, что они в какой-то степени одна из немногих групп, которая у нас кое-чему нахваталась. Это вообще очень сложный вопрос, потому что ведь в трактовке официального Киева мы находимся в состоянии войны. То есть они говорят, что Украина и Россия воюют, что Россия напала на Украину, и мы воюем. И тогда в этом контексте любые заявления граждан России, они вот могут трактоваться как заявление, есть такой термин, национал-предатели. Потому что если война, то ты не можешь оставаться нейтральным. Ты должен как-то определяться, если ты не на стороне той страны, в которой ты живешь, и гражданином которой являешься, то ты являешься как бы не просто оппонентом, но и противником стороны. Мне кажется, это очень сложный вопрос. Ну, наша страна считает, что она не воюет, и вообще никакого отношения к этому не имеет. Поэтому каждый из нас имеет право говорить об этой ситуации как бы как в мирное время, скажем так. Ну да. Но вот уход Державина, многие считают, что он идеологически мотивирован. Во всем случае, Дэр Муждабаев, который я очень хорошо помню по московскому Капсомольцу, журналист очень заметный и видный, вот он просто в Фейсбуке написал себе, что поздравляю группу «Машин времени», что они избавились от русскомирного дурака, и там «Добро пожаловать». Не знаю, я такие высказывания не приветствую. В принципе, можешь ты с человеком, который, ну условно говоря, там крымношист позиции, работать, зная, что вы на разных идеологических полюсах. Если ты этого человека давно знаешь, и он тебе по-человечески, кроме идеологического аспекта, ничем не приятен, или для тебя этот момент очень существенен? Как человек смотрит на эту ситуацию, как он относится к пропаганде, к идеологическим аспектам современной внешней политики России? Вопрос очень по адресу, потому что в нашем проекте, который существует уже больше 20 лет, от «Звуки Му», то есть «Звуки Му» без Мамонова, от «Звуки Му» есть два, не то что крымношиста, но обладателя недвижимости в Крыму, это Серёза Рыженко, человек, который ещё в «Машине времени» играл в 80-е годы. Вот знаменитый скрипач, главный резидент клуба «Петрович», и прекрасный и автор, и музыкант, значит, он из Севастополя, папа-моряк, и мама, безусловно, такой человек, очень советский, я её хорошо знал, покойная. И второй Фагот, небезызвестный Александр Фагот Александров. Тоже мой машинист, фактически. Нет, 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 это разные люди, тот, к сожалению, по-моему, того тоже звали Саша, и он умер давно. Жаль, я не успел его записать. Так, а что это за Фагот? А Фагот из «Аквариума», который играл на «Пелесе-80», который по-настоящему играл на Фаготе, и у нас он играет на Фаготе. Он тоже незадолго до этого конфликта приобрёл там домик в Крыму, ну и проводит там время. Так что, ну, на наши концерты оба они собираются, и на наши дружеские старые связи нисколько... Ну и господин Киселёв, как мы знаем, домик в Крыму ещё с украинских регионов, это, в общем, не делает его, скажем так, на наличие недвижимости в той или иной стране. Я ответил тебе на вопрос, что если это твои старые друзья... То есть ты готов на это закрыть глаза? Мы, во всяком случае, на эту тему особо и не разговариваем. Я туда просто не езжу, и всё. Они говорят, приезжай летом, я говорю, нет. Понятно. Кстати, приход Рыженко тогда в «Машину времени» очень обсуждался, немножко реакция его фанатов была похожа на реакцию фанатов «Машины», когда они в Росконцерт перешли. То есть имеется в виду, что это было воспринято как некое... Продался. Да, предательство. У него же, конечно, Рыженко занимался панк-роком, у него была группа футбол. Футбол, да. Но на самом-то деле мы говорили про петь Подгородецкого, ведь тогда-то и понадобился Макаревичу Рыженко, и я его привёл в группу, Серёжку. Да, я не знал. Потому что ушёл Петя, и шоумена не стало, а Серёжа отлично мог заменить со скрипкой, он и плясал, и прочее. Поэтому потом у них и клавишник хороший появился. В общем, вдвоём они... Клавишник Зайцев. Да, да. Они с Зайцевым, Рыженко и Зайцев, заменили Петю вполне успешно. Я вот про Зайцеву, ну, известно, да, что у него история тяжёлая с наркотиками была, и в результате его из группы он вынужден был уйти. У Макаревича прямо в этой студии спросил, почему наши, вот так, рок-ветераны не пишут таких книжек, ну, как тот же Кейт Ричардс, достаточно откровенных про вещества, который для очень многих коллективов и музыкантов являлся топливом. Ну, то есть, вот, ну, известно же, да, что Сержант Пеппер, который является в системе координат новых музыок, и это самая великая пластинка истории рок-музыки, это там он под ЛСД там. Вот почему наши музыканты не пишут? Он ответил, что когда вот ему сейчас 64, вот когда будет 75. Вот любой музыкант, которому 75, он тогда и напишет. Мне кажется, немножко он слукавил, мне кажется, вот в нашей культуре, в нашей традиции как-то не принято вот рассказывать, ну, вот эти, опять же, слово «экземпионизм» было уже употреблённо, то есть вот тоже говорить про какие-то сексуальные приключения, про вещества, это твоя точка зрения. Почему у нас стесняются говорить об этом, ну, вот рок-музыканты, которые, казалось бы, секс, дракс, энеркенрол. Отвечу, это всего лишь поколенческая проблема. Дело в том, что люди, которые воспринимают в системе координат Советского Союза, естественно, мы такие. А, то есть нынешние уже... А Шнур-то уже помоложе, понимаешь, другое поколение, вот он уже и куда отвезнее. А нынешние-то вообще им это всё. Да, понятно. Можно вернуться к слову «нова», да? Да, да. И к Гельману. Да, у нас осталось немножко времени, да, поподробнее об этом мероприятии. Дело в том, что для меня это было откровением, насколько успешным оказался вот этот проект Марата... Марата Гельмана. Да, Марата Гельмана, собрать ярких людей, которые сейчас живут и работают в Европе. Ну, не только, там тот же Макаревич же был, и Лепницкий, которые... Это было, как бы, такое, ну, скажем так, для заманки оформить. Это, ну, для того, чтобы их какая-то публика собралась всё-таки на концерты Кребенщикова и Макаревича. Пришли и местные люди, зовущие там в Черногории, в этой Будве. Но, в первую очередь, если ты почитаешь программу, это, конечно, смотр людей, которые имеют свою политическую позицию отличную от администрации президента нашего. Вот, и они её все там высказывали, и обсуждали, и были дискуссии. То есть, это идеологическое было мероприятие? Нет, я бы так не сказал. Всё-таки превалировала, конечно, культурная составляющая. Но критерии, по которым отбирались гости, они включали эту составляющую? Я бы не считаю, но Улицкая, мне кажется, или художники все. Художники, по идее, в основном своём там были такие мастера, как Владимир Дубоссарский, Женя Дыбский, Рубель, Дима. Вот всё-таки знаменитые художники, и все они там реализовали какие-то свои проекты. То есть, наряду с концертами, наряду с выступлением писателей, музыка, фильмы. Кто из писателей был? Борис Акунин, Шишкин, живущий в Швейцарии. Сорокин. Володя Сорокин, который одновременно и очень интересную выставку открыл с художником Ярославом, посвящённую Дню Опричника. Это одно из самых интересных проектов на выставке, то есть, среди выставок. А Липницкий что там делал? Ну, я просто пригласил Сашу Чапорухину, музыкальный продюсер, как гостя. То есть, не было никакого перформанса? Мы немножко полемизировали с Андреем Иларионовым, когда он выступал. Я ему напомнил об одном прогнозе с января 2001 года. Его прогнозе. Мы вместе встречали Новый год и разделились во мнении. Я уже тогда посчитал, что менталитет Владимира Владимировича, Путина, приведёт к тому, к чему он привёл. А он говорил, что вот сейчас у нас будут такие реформы, вы не узнаете эту страну через несколько лет. Он тогда, ну и мне, на моё это воспоминание, мне Андрей сказал Иларионов, что да, людям свойственно особаться, но вы же не должны отрицать, что в первые годы мы очень многое сделали позитивным в плане экономических реформ и прочее. Я говорю, да, но тем не менее, по большому счёту оказался прав я всё-таки. Раз уж слово прогнозы, у нас осталась там буквально минута, прогноз по музыкальной индустрии в нашей, что у нас будет? Ну, это не ко мне, честно говоря, я совершенно далёк от неё. Я могу сказать, что мы будем отмечать в январе 35-летие группы «Звуки Му», делаем концерт, и вряд ли он будет замечен в нашей индустрии. Почему не будет замечен, почему он будет проигнорирован? Потому что... Во многом и потому, что культура поколенческая, и старые группы мало сейчас кого интересуют. Меня это огорчает, я честно могу сказать. Во всяком случае, я очень рассчитываю, что до этого мероприятия мы ещё увидимся, как минимум, в этой студии. Можно поблизости к этому мероприятию, я расскажу. Обязательно поговорим. Огромное спасибо за беседу. Александр Лепницкий был в проекте «Миманут». Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова